всем привет это я аленчик добро пожаловать на мой канал и сегодня у нас очень важный день будем устанавливать дверь в санузле а двери мы купили выставочные разобранные и в этом заключалась вся сложность то есть мы не имеем опыта вообще в установке сборки дверей поэтому как сумели так и собрали поэтому смотрите что у нас получилось видео и поехали вот наша голубая дверь которая находится между санузлом и кухней сейчас мы ее будем демонтировать она вообще отличного качества можно было бы ее восстановить но мы хотели вообще другого формата и мы купили выставочный образец а то есть там у них магазине была дверь которая открывалась слева направо а нам нужно справа налево и сегодня соответственно будем собирать и короб и врезать замки и вставлять ручки и прикручивать петли и еще нужно будет врезать защелку и мы могли бы пригласить мастера к нам но 40 километров от кишинева никто не поедет собирать одну единственную дверь поэтому будем сами разбираться со всем этим первый раз будем делать конечно это все и мы начинаем готовиться к этому моменту морально значит мы решили настелить старое одеяло которые здесь были в этом домике как вы говорили все в хозяйстве пригодится и вот наконец-то эти покрывала понадобились и на них мы будем собирать дверь и для начала сейчас серёжа будет демонтировать старую дверь и и легко снять с петель а вот раму из приема будет конечно тяжело вынуть нужно будет конечно попотеть и по поводу этой голубой двери хочу сказать что мы ее сохраним обязательно и когда будем делать уличный туалет мы ее туда пристроим как вы видите здесь на кухне еще идут две такие же голубые двери и одна из них пойдет в душевую на улицу а вместо них установим стеклопакетные двери у которых будет стекло до половины и это будет дополнительный источник света для кухни и для коридора там где у нас печка давайте расскажу по поводу нашей двери которую мы купили значит нам она понравилась тем что на черно-белая то есть больше белого чем черного вы потом увидите что мы для санузла купили такую же мебель то есть тумба зеркалом будут в том же стиле и плюс мы на кухне покупаем бытовую технику тоже в черно-белом варианте и значит когда мы искали эту дверь кругом были либо слишком дорогие двери либо из эконом класса которые идут в пленках то есть там когда мы их трогали швы все прощупывались пленка не везде хорошо ложилась лежала в общем нам не нравились двери из пленки хотя по деньгам конечно они были намного дешевле эту дверь мы нашли где-то в воскресенье в каком-то выставочном зале то есть она нам сразу мгновенно понравилась она вообще не похожа ни на одну дверь которую мы видели в тот день и нам понравилось то что она эта дверь в основном из дерева из массива внутри там для того чтобы она была полегче где-то в самом центре находится гофрированный картон если я правильно поняла моего мужа как он мне объяснял когда он врезал замки в общем а эта дверь крашеная белой краской и вот это то что вы видите черный там стеклянные вставки мы просто на съемных квартирах видели мебель которая покрыта пленкой видели как эта пленка отдирается на раз-два а здесь если дверь крашен это в принципе что мне стоит тоже ее закрасить белой краской если случатся какие-то сколы или что-то в этом роде и что нам понравилось вообще в этой двери что у него была черная фурнитура черные петли а главное что она такая в стиле минимализм очень интересного не фактура и структура на двери то есть если пленочные двери в основном где-то в пределах 7000 рублей то эта дверь с отдельными еще не подрезанными по размеру рамками планками без установленных петель без установленной ручки и без защелки и так далее стоило нам 12200 рублей бедный сережа он вообще сначала не знал с чего начать в общем демонтаж и монтаж и установка фурнитуры занялась 10 часов утра до 9 вечера то есть он под вечер был вообще никакой и я не представляю сколько бы стоила работа установщика и понятное дело что у них есть какие-то шаблоны какие-то уже отработанные навыки но так как у нас дом индивидуальный мы сами внимательно смотрели что мы можем сделать как мы можем сделать то есть я думаю что установщик бы не взялся даже за эту работу чтобы поставить нашу дверь в наши откосы и вообще у нас дома более того он даже бы не приехал скорее всего в наши бульбаки после того как серёжа отбил откосы нужно было все это дело подмести собрать все камни отвалившиеся и заодно уже я и в санузле убрала весь строительный мусор потому что мы там тоже много сверлили сейчас серёжа будет собирать раму и как видите снизу планки не будет и вот эти вот планки они из нестабилизированного дерева их выгибает в бока то есть я же говорит что когда мы их прикрутим они станут ровненькие и вот знаете старая рама от синей двери намного было лучше там было хорошее дерево хорошие такие мощные деревянные бруски здесь нужно все подгонять и серёжа сейчас будет делать так чтобы боковые планки вставлялись в верхнюю для этого ему нужно будет подрезать там все и подгонять по размеру делать специальные такие отверстия в общем сейчас все увидите очень важно все сделать классно и хорошо и качественно иначе дверь все время будет пытаться либо закрыться либо открыться то есть в конечном итоге дверь должна висеть ровненько но это конечно еще зависит от петель в общем в любом случае я этим планкам как-то не доверяю потому что они не из того же дерево что и дверь они покрыты пленкой не крашеные меня это немножко бесит но серёжа говорит что других вариантов нету так всегда продают вот дверь нормальная а планки вот эти боковые которые встраиваются в откос беспонтовые пока вы смотрите как работает серёжа я думаю там сильно комментарии не нужны я уже объяснила что мы собираемся делать значит объясню почему мы сейчас на этом этапе меняем дверь то есть казалось бы нам еще тут работать и работать и двери можно было бы поменять последнюю секунду именно эту дверь нужно было поменять почему мы очень сильно хотим установить в ванной комнате в санузле унитаз мойку с тумба зеркалом и ванную для того чтобы это все установить нам нужен пол на пол нужно постелить кафельную плитку и так вот получается что вот эти боковушки которые от двери должны быть утоплены под кафельную плитку внизу под дверью и плюс мы тогда поймем с какого места начинать выкладывать сами кафельные плиточки то есть мы будем каким образом эту плитку выкладывать от двери и в конец санузла к окошку там где у нас идут трубы для канализации и для водопровода в общем без двери никак но зато у нас не будет стен еще скоро то есть стены мы покрываете обрабатывать как-то декорировать будем намного позже то есть может быть возле ванной там где мы будем купаться мы выложим плитку остальные стены пока будет ждать лучших времен ну что ж как вы видите пока я все объясняла серёжа что сделал он соединил первый угол то есть одна боковинка плюс верх теперь и нам нужно по двери выставить все и оставить зазоры со всех сторон по три миллиметра то есть нужно чтобы дверь свободно ходила не цепляла раму и теперь с учетом всех этих припусков мы будем подгонять вторую половинку к верху как видите у этих боковушек достаточно сложный такой профиль и серёжа должен в этой боковушки сделать отверстия пазы такие чтобы рама не просто накладывалась одна на другую а вставлялась боковушка в самый верх в общем подгоняем пока получается по ширине эту раму потом будем подгонять ее по высоте нам нужно соединить хотя бы одним саморезом боковушки сверху для того чтобы понять получается у нас угол в 90 градусов или не получается кстати напишите в комментариях кто сам собирал двери с рамы вот так же как и мы а может быть можно было как-то проще все это дело собирать в общем досмотрите это видео до конца и напишите свое мнение по поводу этого всего что мы тут делали как я уже и сказала сейчас будем подгонять раму по высоте нашего проема и если помните в начале видео серёжа отбил пол это нужно для того чтобы вот эти вот боковушки ушли максимально вниз и потом мы их перекроем плиточным клеем плиточной смесью и положим уже кафельную плитку сверху то есть мы должны этой плитка перекрыть все это дело вот так выглядит кстати эта боковушка в разрезе как видите там есть резиночки всякие и вот эта дурацкая пленка которая мне не нравится если она совсем будет отрываться когда-нибудь со временем я ее сниму с помощью фена строительного и покрашу потом краской у нас начала портиться погода и мы перебрались уже вовнутрь то есть мы убрали покрывало и только посмотрите кстати какие у нас тут боковые стены мы вообще засомневались можем ли мы установить дверь в эти откосы но как говорится было не было обратной дороги нет в общем серёжа все сбил и сколол все что нужно и дал мне задание все это подмести и еще раз вымести уж сегодня подметала ведь очень пожелайте мне удачи и как видите я вся грязная вся пыль на слава богу что у меня был хороший респиратор но я все вычистила и посмотрите какое у нас тут поле деятельности уже в самой ванной как вы поняли лучше отбить сейчас все что отваливается чем потом все мы замерили все тщательно и самое время уже подрезать боковые вот эти вот планочки и пока я совсем не начался ливень серёжа быстро с помощью обычной пилы и спиливает ножки эти более там среза особо не будет видно отрезной станок уже спрятали в мастерскую поэтому как бы делаем все уже руками сейчас будем собирать вот эту вот рамочку и смотреть что у нас получится то есть даже дело не в том чтобы собрать ровно раму важно все это дело еще установить так чтобы хоть как-то обыграть кривые стены то есть допустим а стена которая с правой стороны более-менее ровно а то стена который возле выключателя с левой стороны имеет завал то есть она расширяется от пола вверх и нужно все это дело как-то обыграть а тем более вот эти наличники должны ровно стоять то есть они не должны быть под наклоном поэтому раму нельзя далеко глубоко утапливать в общем для всего этого дела нужен лазерный уровень и мы будем как-то все это дело обыгрывать подстраивать и не знаю в общем как мы это сделали до сих пор не понимаю но мы это сделали и увидеть это в конце видео кстати именно эту дверь серёжа вез когда первый раз своей жизни попал в аварию а знаете как он ее вез то есть эта дверь вот он ее протянул и засунул так сказать в машину таким образом что она всю дорогу билась об его плечо а серёжа получается после аварии в которой он не виноват нужно было ездить куда-то продуваться потом в другом месте составлять протокол потом уже почти поздно вечером он с этой дверью ехал из кишинева к нам в бульбаке в общем эта дверь немножко вышла нам боком то есть если бы он не поехал за ней в самое такое жуткое место где часто происходит авария то возможно бы у нас осталась бы целая машина и никакой аварии бы не случилось чтобы понять как поровнее поставить наши вот эти вот планки в откосы нам поможет лазерный уровень то есть мы сейчас будем думать и смотреть как же лучше и правильнее их установить в каком положении выправив одну сторону по лазеру мы взяли правило для стен и выравнивали уже обе стороны вот этой вот рамы для двери я придерживала уже всю эту конструкцию тупо пай то руками держала все в распор и серёжа наметил место где будет первый саморез тоненьким сверлом сделал отверстие в раме и вышел прямо в стену дальше он взял перфоратор с крупным буром и расширил отверстие туда же вставил дюбель вот так все это дело выглядит дальше нам нужно завальцевать так сказать отверстие под саморез под шляпку самореза чтобы он потом не торчал из рамы и уже останется все это дело прикрутить и теперь с противоположной стороны нам нужно сделать все то же самое ну что ж делаем перерывчик на кофе и посмотрите на наши лица мы уже такие уставшие а прошло то наверное от начала работы где-то 4 часа и кажется что мы ничего не сделали а на самом деле мы уже умаялись упарились уже устали очень серьезно продолжает делать в том же духе отверстия и так как у нас откосы необработанные сейчас мы их потом запеним то получается рама пытается все время сдвинуться и сережа везде где мог понаставил половинки от обычных бытовых прищепок сначала сережа насаживает так сказать наживляет саморезы и только после этого уже прикручивать их основательно и до конца потом нужно будет проверить конечно же как у нас вышли углы а угол нам нужен везде 90 градусов нам нужно теперь проверить проходит ли у нас нормально дверь вообще делаем так стать первую примерку смотрим как у нас вышли зазоры где они расположены помните с каждой стороны должны быть всего лишь 3 миллиметра и снизу мы должны оставить максимум то есть там под дверью будет идти кафельная плитка в общем проверив все это делала самое время прикручивать петли они мне так нравятся не такие хорошенькие красивенькие на бабочку похоже их у нас три штуки сначала будем прикручивать верхнюю петлю потом нижнюю и потом уже посередине и и и и и и и и в тех местах где нам нужно прикрутить петли мы обрываем целлофановую пленку потом решили вообще снять а то получается как знаете как у бабушек пульты в клеонках в каких-то пакетах в общем а самое время прикрутить к двери эти петли нужно очень хорошо прицелиться потому что вот у нас получилось немножко не очень мы хотели чтобы сверху оставался зазор всего лишь три миллиметра а получился где-то в семь восемь миллиметров почему мы оказывается когда намечали поставили двери на дощечку а дощечка не оказалось нужной высоты и соответственно когда мы положили на нее дверь и сделали разметку то ошиблись вот в расчетах или может быть я криво держала я уверена что вот на покрывалах бы если бы не пошел дождь мы бы правильно разметили и не ошиблись бы в общем уже как вышло так вышло главное что у нас дверь всегда стремится закрыться вот это мне больше радует то есть вообще на по идее не должна пытаться шевелиться но но то что она пытается закрыться это хорошо но теперь посмотрите теперь самое сложное для серёжа то есть до этого были цветочки а сейчас серёжа нужно стамеской потихонечку вырезать целое место в двери внутри двери под замок то есть обычно на производстве там есть шаблоны есть какие-то резаки наверное специальные а серёжа будет старым дедовским способом все это дело выколупывать и сейчас буду показывать все время какие-то промежуточные моменты не хотела серёже мешать и особо там нечего снимать и у нас кстати очень интересный замок он магнитный то есть не нужно нажимать на ручку чтобы ее закрыть то есть достаточно просто хлопнуть дверью она сама закрывается за счет магнита в общем серёжа ускоряет процесс за счет шуруповерта делает отверстие чтобы легче было вот таким образом прочистить внутри дверь то есть там прямо дерево дерево и серёжа попался один дурацкий сучок прямо внутри он с ним прямо боролся боролся и где-то через два часа он додумался взять просто лобзик и спилить все это дело внутри повторюсь очень многие вещи мы делаем вообще впервые в жизни по поводу замка я не уверена может серёжа уже где-то это делал конечно же на белом цвете двери все мелкие такие вот сколы видны хотя серёжа очень старался делал все аккуратно серёжа хотел чтобы я сейчас же покрасила все это дело белой краской все вот эти вот шероховатости какие-то я сказала что вот ради этих сколов я новую банку открывать не буду то есть когда я буду что-то красить допустим там шкафы вот когда я открою краску тогда я аккуратно тоненькая кисточка подкрашу какие-то все моменты где видно что скололась краска в общем серёжа уже до устанавливает ручки дальше нам нужно будет установить защёлку и эта защёлка кстати работает и изнутри и снаружи то есть человек если закрылся внутри то всё равно его можно этот замок открыть и снаружи это если я правильно поняла серёжу как всё это дело работает просто я пока не вникала потому что там туалета нету толком ну что ж на самом деле это финальные кадры я вам показываю всё это дело на следующий день кстати показала только что как эта дверь сочетается с нашей бытовой техникой мы хотели запенить откосы монтажной пеной и что-то мы потеряли трубочку от неё баллончик главное есть трубочки нет я думаю что мы сделаем всё следующим образом когда будут готовы стены на кухне тогда мы запеним откосы и тут же установим наличники и подкрасим конечно же место под замок очень жаль что камера не передаёт красоты фурнитуры на этой двери да и вот даже вот эти вставки стеклянные чёрные тоже на камеру не передаются ну скорее всего потому что здесь на кухне вообще плохое освещение его недостаточно и вот так работает у нас магнитная защёлка то есть ты открываешь а потом просто отпускаешь и она закрывается в любом случае то есть не нужно нажимать на ручку чтобы закрыть дверь ну что ребята и девчата надеюсь это видео вам понравилось понравилась наша дверь если понравилось ставьте лайк и жмите на колокольчик и подпишитесь на канал если вы не подписаны мы за мы сбойся будем за этим следить будем ждать ваших комментариев обязательно и я желаю вам счастья здоровья любви успехов до новых встреч и пока 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 всем счастья любви здоровья удачи эф пока всем пока да дядя куда ты бежишь удачи